Взыскание долгов в суде весьма полезный и поучительный опыт, однако на этом битва не заканчивается. Теперь возникает куда более амбициозная цель – получить присужденное. Добровольное решение мало кто исполняет, а приставы совсем не демонстрируют трудовой энтузиазм. Лишь здоровая активность взыскателя, а точнее представителя, способна сгладить пассивность пристава и привести к реальному исполнению решения суда. Что же нужно для взыскания? Заявление, содержащее всю имеющуюся у вас информацию о должнике, а также банковские реквизиты взыскателя и исполнительный лист. Подготовленное заявление необходимо подать в службу судебных приставов или банк. Обратите внимание, если вы не знаете, в каком банке у должника открыт счет, вы имеете право подать в любую налоговую инспекцию заявление о предоставлении списка расчетных счетов должника. Налоговая инспекция, убедившись в подлинности исполнительного документа у вас на руках, в течение 7 рабочих дней предоставит вам информацию. Если вы решили обратиться к судебным приставам, то вам необходимо предъявить заявление к судебным приставам-исполнителям по месту нахождения или месту регистрации вашего должника, либо по местонахождению имущества должника. По закону исполнительный документ принимается приставом в течение 6 дней, однако на практике эти сроки нарушаются. После принятия исполнительного листа к производству обязательно проверьте постановление на возможные ошибки, иначе исполнение решения суда будет затруднено. Теперь поговорим о том, какие права имеет взыскатель в исполнительном производстве. Общие права сторон закреплены в законе. Не будем перечислять их все, но обратите внимание, вы имеете право получать информацию о ходе исполнительного производства и о предпринимаемых приставов мерам. Представлять материалы, участвовать в исполнительных действиях, ходатайствовать, например, о принятии мер к понуждению должника к исполнению решений и другое. И вот пристав назначен. Исполнительное производство возбуждено. Если пристав выяснил, что денег у должника нет, его задача – разыскать имущество должника для погашения долгов перед взыскателем. Обычно должники не спешат расставаться с имуществом, скрывая его. К слову, на этом этапе исполнительного производства помощь специалиста-юриста особенно необходима, ведь все эти мероприятия отнимают массу времени. Наши юристы имеют большой опыт сопровождения исполнительного производства, причем мы умеем налаживать конструктивный диалог с приставами. Но куда важнее то, что мы обеспечиваем полное всестороннее сопровождение исполнения решения вплоть до желаемого результата фактического получения средств. Чтобы получить данную услугу, обращайтесь к нам через сайт или по телефону в Москве. Что же должен делать пристав для поиска имущества? Судебный пристав обязан разослать запросы в ФНС, в банки, в ГИБДД, Росреестр, операторам связи и прочее, вызвать должника для дачи пояснений и предъявления документов, а также предупредить его об ответственности за неисполнение решения суда. Вы можете помочь приставу, передавая поручения на передачу запросов. Обратите внимание, исполнительное производство сложено и тем, что закон дает должнику массу возможностей для того, чтобы если не вообще уйти от уплаты долга, то получить рассрочку. В частности, должники часто добиваются рассрочки исполнения судебного акта, пробивая в суде новый льготный для них график погашения долга. Должники, получающие белые зарплаты, договаривают с работодателями о ее снижении до прожиточного минимума по региону. Все вышесказанное – лишь верхушка исполнительного айсберга. На практике приходится разрешать куда более сложные ситуации, поэтому подготовьтесь к длительной работе. Если у вас возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях под роликом, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Хочу отметить, если вы частый гость в других соцсетях, то можете следить за новостями законодательства вместе с Роско там, где вам удобно. Ссылки на наши соцсети вы можете увидеть в инфобоксе под видео. Редактор субтитров А.Семкин